Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами продолжаем цикл передач, который называется «Как объять необъятное». Если вы помните, мы говорили о так называемом метаболическом синдроме. Поговорить о нем стоит, и знать его критерии тоже стоит, поскольку очень много людей в мире приближаются к критериям метаболического синдрома. Без преувеличения можно сказать, что мы сейчас живем на планете тучных, причем тучнее это женщины и мужчины. И как раз вот эти критерии, я позволю себе напомнить, их диагностическое значение и их параметры относят тех или иных пациентов к категории пациентов высокого риска или категории пациентов метаболического синдрома. Как я уже сказала, главное значение придается здесь висцеральному жиру. Это жир, который находится на животе, и поэтому он формирует ожирение по типу яблока. Так вот, если взять сантиметр и измерить объем талии, то женщинам можно иметь талию не более 80 сантиметров. 81 по новым критериям это уже много. У мужчин эта цифра достигает 94 сантиметров, больше это тоже уже много. Кроме того, уровень липопротеидов высокой плотности, это так называемые хорошие антиатерогенные липопротеиды, должен быть нормальным, больше единицы у мужчин и у женщин. А уровень, наоборот, триглицеридов должен быть низким, в норме. При метаболическом синдроме все происходит наоборот. И, наконец, больной с метаболическим синдромом имеет повышенное артериальное давление или у него есть факт приема антигипертензивных препаратов. И вот таких пациентов становится в нашей клинической практике, я сейчас выступаю как терапевт, их становится все больше. Это приводит к тому, что мы должны понимать, как таких пациентов отбирать, как за ними следить, как готовиться к их питанию, как готовиться к их разгрузочным дням. И как раз об этом мы с вами и должны поговорить. И я хочу поделиться тем опытом, который приобрела в результате своей практической деятельности. Но начнем, наверное, вот с этой самой жировой ткани. Я уже говорила, что висцеральная жировая ткань – это ткань особенная. То есть тот жир, который окутывает наши органы, который находится над органами, под органами и внутри органов – это жир особенный. И если мы посмотрим на слайде, то мы увидим, что вот этот адипоцит – это не пассивный накопитель триглицеридов. Или, скажем так, жирных молекул, жирных капель. Это клетка, которая живет своей жизнью. Причем ее жизнь, ее функция меняется от того, в каком мы настроении, что мы съели, отдохнули мы сегодня или нет и так далее. То есть это клетка, которая продуцирует большое количество сигнальных молекул. Итак, первый герой сегодняшней нашей программы – это лептин. Второй герой или это целое семейство героев – это интерлекин. Мы видим интерлекин-1, интерлекин-6. Это так называемые цитокины. Затем это жирные кислоты. Собственно говоря, это все то, что мы с вами съели. Все то, что мы наели в течение дня. Поэтому жирная пища – это источник жирных кислот. Простагландины мы пропустим. Следующее – адипонектин. Вот внизу на слайде вы видите адипонектин. Адипонектин – это наш друг. Чем больше адипонектина, я имею в виду друг в борьбе с ожирением, чем больше адипонектина, тем больше возможности уменьшить массу тела. Ну и такие факторы, как резистин, альфа-блокатор, тюмор-некротизирующий фактор или фактор некроза опухолей. Я скажу лишь, что это провоспалительный или воспалительный маркер. Ну и давайте разберемся. На следующем слайде мы увидим, что такое лептин. Итак, лептин и ожирение. Вы знаете, лептин называют голосом жировой ткани. Почему называют его голосом жировой ткани? Потому что это агент, который секретируется белой жировой тканью. Я расскажу вам историю открытия этого гормона. Все началось в 1994 году. То есть, если посчитать, то уже более практически 20 лет прошло с момента открытия лептина. И все еще эта молекула привлекает или будоражит умы ученых, потому что не все с ней понятно. Как ее открыли? История была тоже очень интересная, даже немножко мистическая. Ну, как всегда или очень часто, то, чем мы пользуемся in vivo, то есть на людях, сначала открывают в пробирке или в опытах на экспериментальных животных. Так было и с лептином. И вот в 1994 году взяли исследователи мышей разных типов. Есть мыши, которые изначально при рождении очень тучные, они неподвижные. У них расход энергии преобладает, вернее, накопление энергии преобладает над расходом. Это так называемые мыши с определенным генотипом. Их называют мыши ОБИ-ОБИ. Так называется их генотип. Еще раз давайте запомним, что мыши ОБИ-ОБИ – это тучные мыши с большой массой тела и неповоротливые, которые много едят. И есть дикие мыши. Дикие мыши – это, собственно говоря, те мышки, с которыми мы иногда боремся на даче или еще в каких-то местах. У них все нормально с генотипом. И вот осуществили такую систему, это называется система парабиоза. Что такое система парабиоза? То есть создаются искусственные условия, при которых животные обмениваются продуктами, которые содержатся в крови. Ну, то есть, собственно говоря, с помощью специальных шунтов делают общую систему циркуляции. И вот что оказалось. Как только в этой системе стали наблюдать за мышами ОБИ-ОБИ, это мыши неповоротливые и толстые, и дикими мышами, оказалось, что мыши ОБИ-ОБИ, едя как бы столько же и ведя практически такой же образ жизни, стали худеть. И в итоге эти мыши вот с этим генотипом, которые были всегда толстыми, вдруг стали практически такими же, как и дикие мыши. Возникал вопрос, что же такое произошло? Наверное, в крови диких мышей было какое-то вещество, которое, воздействуя на мышей толстых, вот с этим повреждённым генотипом, приводило к тому, что этот генотип изменялся и приводило к тому, что масса тела уменьшалась. И действительно, было это вещество найдено. Вот как раз это вещество и оказалось лептином, поэтому его назвали органом жировой ткани или голосом жировой ткани. Ещё раз напомню, что здесь нам необходима белая жировая ткань для того, чтобы это вещество начало, во-первых, секретироваться, а во-вторых, опосредовать свои функции. И, казалось бы, всё прекрасно, все методы лечения ожирения или новый метод лечения ожирения найден. Можно просто лептин применять, вводить в кровь, например, людей, которые тучные, тучных гипертоников, и, соответственно, эти люди будут худеть. Но оказалось всё не так просто. Оказалось всё не так просто, потому что у тех мышей, которых, собственно говоря, лечили лептином, действительно всё было очень прекрасно и многообещающе. Но у других групп мышей ничего не происходило, когда им вводили лептин. Ну, стал возникать вопрос, почему? Отчего так происходит? Так происходило от того, что кровь и вообще периферические ткани мышей других, тоже тучных, были нечувствительны к лептину. Соответственно, возникает такой термин, и нам надо его с вами знать, поскольку у нас цикл образовательных передач. Такой термин, как лептинорезистентность, то есть резистентность или низкая чувствительность к лептину. Мы обязательно будем с вами обсуждать ещё один термин, который близок к этому понятию. Этот термин называется инсулинорезистентность, то есть низкая чувствительность к инсулину. И вот эта инсулинорезистентность как раз служит плацдармом для развития очень многих заболеваний. Но давайте вернёмся к лептину и посмотрим на его биологические эффекты. Итак, что делает лептин? Ну, во-первых, он регулирует энергетический гомеостаз. Когда есть лептин, мы можем быть спокойны, что наш расход энергии всё время идёт. И если он выше, уровень лептина, соответственно, выше расход энергии. Именно на этом были основаны попытки снизить массу тела людей с помощью лептина. Второе – уменьшение чувства голода. То есть вроде бы расход энергии идёт, голода человек не испытывает, соответственно, есть он не хочет. Сразу можно сказать, что мы в течение суток испытываем разные суточные колебания лептина. Например, ночью лептина много, поэтому мы есть не хотим, если не нарушили свой режим дня, режим сна и бодрствования. Ночью есть не нужно, и это совершенно закономерно. С другой стороны, например, утром, когда мы просыпаемся, лептина мало, и это всё приводит к тому, что чувство голода у нас возникает. Самое главное, ещё раз я хочу сказать, функция лептина заключается в том, что он является вот этим вот балансом между тем, что мы копим в виде энергии, а как можно запасти энергию. Самый лучший способ запасти энергию для человека – это накопить жир. Давайте вспомним медведей, которые уходят в спячку на зиму. Они же ничего не едят, всё накапливается в виде жира, у них много бурой жировой ткани, которая ещё осуществляет и термогенез. Она греет, это как бы шубка такая, которая греет медведей, и вот как раз бурая жировая ткань, она есть и у младенцев. Поэтому это крайне интересный орган, это крайне интересная ткань, которой, я думаю, будет приковано внимание исследователей ещё долгие-долгие годы. Ну и если мы посмотрим на следующий слайд, то мы увидим, что аппетит и лептин очень сильно связаны. Видите, лептина мало, голод больше. Лептин появляется, голод меньше. И на этом слайде показано, что опосредуются эффекты этого голоса жировой ткани через наш мозг, именно через кору, именно через продолговатые ядра, имеющие определённую локализацию. И нам всё время это сигнализирует. Пора есть или пора прекратить есть, так сказать, необходимо, чтобы энергия или расход энергии возобладала над её поступлением. Поэтому, естественно, к голосу разума стоит прислушиваться и никогда не пытаться съесть прозапас. Потому что если мы начинаем есть прозапас, организм к этому привыкает. И он становится очень жадным для того, чтобы отдать лишние калории. Это сделать практически становится невозможным. Поэтому лучше есть маленькими порциями, почаще и с полным ощущением того, что в любой момент, когда мы проголодаемся, у нас будет возможность это чувство голода утолить. Следующий гормон, который мы сейчас увидим, я уже его охарактеризовала как нашего друга, это адипониктин. Вот если бы удалось нам воздействовать на активность адипониктина, то, поверьте, проблем с весом было бы гораздо меньше. И сейчас предпринимаются такие попытки. Что мы можем про него сказать? Мы можем сказать, что он экспрессируется, то есть синтезируется, опять же, адипоцитами, это жировые клетки. Его количество обратно пропорционально массе жировой ткани и прямо пропорционально чувствительности к инсулину. То есть воздействуя на него, мы можем влиять и на инсулинорезистентность. С помощью адипониктина можно подавить глюконеогенез в печени. Это такой определенный процесс, который необходим в жизни каждого человека. И, наконец, в стимуляции бета-окисления свободных жирных кислот в скелетных мышцах. Но мы можем сказать про адипониктин, что сейчас есть некоторые вещества, которым действительно удалось воздействовать на активность адипониктина. И это является крайне перспективным направлением в лечении пациентов с ожирением. Хотя, справедливости ради, мы должны сказать, что это направление пока все-таки только теоретическое. Мы сегодня поговорим о том, что у нас есть вообще, как снижать вес. И вы увидите, что, в принципе, средств медикаментозных для снижения веса не так уж и много. Выбрать особо не из чего. Поэтому те советы по изменению образа жизни, они обязательно должны, ну, во-первых, должны быть восприняты пациентом и должны им выполняться. Следующий гормон, тоже мы его сейчас с вами увидим, это грелин. Вот здесь мы уже уходим из жировой ткани и доходим до желудка. Мы видим, что грелин вырабатывается клетками слизистой желудка, и грелин тоже стимулирует секрецию гормона роста, и, соответственно, он влияет и на аппетит. Но на грелин как можно воздействовать? Ну, практически никак на него нельзя воздействовать. Грелин – это гормон, который, наверное, больше имеет такое диагностическое, что ли, значение. По его уровню мы можем говорить, какой прогноз этого лечения у данного пациента или пациентки может быть. Ну, и, соответственно, мы можем говорить, что грелин – это как бы стимулятор пищевого поведения. Он стимулирует чувство голода, он информирует головной мозг о том, что всё, пора браться там за ложку, за вилку, пора поесть. И, собственно говоря, он подготавливает желудочно-кишечный тракт и пищеварительную систему к поступлению пищи. Следующее, о чём мы должны с вами поговорить, ну, собственно говоря, вот основные гормоны, основные гормоны, они, наверное, исчерпаны. Хотя я могла бы говорить и о других гормонах. Это и висфатин, и резистин, это и свободные жирные кислоты. Но к свободным жирным кислотам мы с вами перейдём тогда, когда будем говорить о жирной печени. Жирная печень и свободные жирные кислоты – это как раз то чрезвычайно увлекательное направление и чрезвычайно нужное направление, которое необходимо разобрать по полочкам и, разобравшись, понять, на что стоит воздействовать. Ну и, наконец, мы говорим об ожирении, мы говорим о метаболическом синдроме. И, естественно, нам очень важны те основные методы лечения, которые могут быть и с помощью медикаментозных препаратов, и без медикаментозных препаратов, которые на сегодняшний день доступны. Их не так много. Вот они представлены на слайде. Ну, во-первых, это немедикаментозные методы коррекции. Что такое немедикаментозные методы коррекции? Это всё то, что в состоянии сделать сам человек. Но это вот такой аморфный образ или аморфное понятие здорового образа жизни. Вы понимаете, дело в том, что за этим аморфным понятием скрывается очень много очень конкретных позиций. И по этим конкретным позициям, естественно, нам с вами надо будет поговорить. Это и определённая еда, и определённая калорийность пищи, и определённый дефицит, который необходимо создавать для того, чтобы худеть правильно. Ну, во-первых, конечно, если мы говорим о калорийности пищи, то понятно, вот тот дефицит, который приведёт к расходу энергии в большей степени, он чрезвычайно важен. Вот это вот трудно переоценить, это значение, поэтому дневник пищи, он должен быть составлен в идеале вместе с врачом. Врач должен уделить определённое время тому, чтобы с учётом вкуса своего пациента составить такой дневник питания, который бы не сильно снижал его качество жизни. Поверьте, можно худеть очень-очень вкусно, и можно худеть очень полезно и радостно для себя. Такие возможности есть, и об этих возможностях непосредственно о питании мы с вами поговорим в следующей нашей передаче. Ну, как я уже сказала, первое – это дневник, второе – это обучение правильному образу жизни с изменением пищевых привычек. Ни в коем случае нельзя не есть ничего, это крайне опасно, это имеет крайне негативные последствия для печени, для желудка, для развития депрессивных и психогенных расстройств. Об этом надо помнить. Стоит поощрять себя, ну или там пациентов, если мы говорим о пациентах с ожирением, к ведению дневника питания и, наконец, физические упражнения. Самое лучшее из физических упражнений – то, что совершенно точно не принесёт вреда, а наоборот будет использовано с пользой – это плавание, ходьба и бег трусцой. Если есть возможность, как раз надо выбирать вот такие вот нагрузки. Ну и что очень важно – нельзя худеть быстро. Если вы, худея, начинаете сбрасывать по 3 кг в неделю, ждите неприятностей. Это очень быстрые темпы. Наверное, только одно оправдание может быть тогда, когда есть такие темпы. Это, например, пациенты с сердечной недостаточностью, у которых снижение массы тела происходит вместе с тем, что они отдают воду. Или, грубо говоря, вода выходит, потому что в комплексной терапии сердечной недостаточности применяются диуретики или мочегонные препараты, как чаще их называют. Сколько надо снижать в неделю? Итак, в неделю надо снижать где-то 1,7-1,6 кг, не больше. Если у вас происходит так, значит, вы на правильном пути. Итак, еще раз мы посмотрим на немедикаментозные меры по снижению веса и видим, что здесь несколько столпов. Это диета, это пищевые привычки, это дневник питания, это рациональные физические упражнения, достаточно 30 минут в день, и это снижение массы тела не более 1,6 кг в неделю. Далее мы с вами посмотрим на то, все-таки, что можно выбрать и можно ли что-нибудь выбрать у нас сейчас из медикаментозных препаратов. Я хочу сказать, что все препараты, которые снижают вес, они приводят к тому, что снижается и общее настроение. Ну, давайте вспомним себя в моменты, когда мы пытались худеть. Все раздражает, злость, хочется есть, практически ни о чем нельзя думать, даже если ты хочешь переключиться на какой-то другой там вид деятельности. Поэтому, конечно, эти препараты, они, в общем-то, не прижились, и надо сказать, они практически не зарегистрированы нигде. Эти препараты часто, например, сочетались с проявлением депрессии. Другие препараты, которые, их механизм действия состоял в том, что они блокировали применение и накопление серотонина и норадреналина, действительно приводили к существенному снижению массы тела. Но при этом, вот этот вот агент норадреналин, это тот агент, который связывается с бета-рецепторами, усиливался термогенез. Но если связывался с бета-рецепторами, это так называемые катахоламины, это приводило к тому, что частота сердечных сокращений увеличивалась, и увеличивалась уровень артериального давления. Соответственно, для злостных гипертоников, которыми часто являются тучные люди, это было неприемлемо. И последние исследования, которые были проведены, к сожалению, показали, что эти препараты, ингибиторы обратного захвата сибутрамина, извините, ингибиторы обратного захвата серотонина, они неприемлемы, и они не могут использоваться в такой широкой, рутинной клинической практике. Ну и что остается? Остаются препараты, которые блокируют панкреатическую липазу. То есть они блокируют всасывание жиров всех тех, которые человек съел в кишечник. Они действительно обладают массой достоинств, у них нет метаболически, или они метаболически нейтральны, но и здесь не бывает как бы добра без худа. Потому что неприятные побочные эффекты, которые отмечаются при применении этих препаратов, ну, сводят их применение тоже к минимуму. О чем я говорю? Я говорю об ургентном стуле в любое время, в любом месте, если вдруг нарушена диета. То есть если человек позволил себе съесть кусочек там жирной рыбки или жирного мяса, захотелось ему очень, то сдержать вот это вот непроизвольное, ургентное стулоотделение практически невозможно. Ну и вы понимаете, что или к чему это может привести, к каким неприятностям. Соответственно, такие препараты мы можем рекомендовать только пациентам, которые очень серьезно следят за своими пищевыми привычками и на которых можно положиться. Поэтому, дорогие друзья, что я хотела бы вам сказать в заключении нашей передачи. Пожалуйста, если есть возможность немедикаментозных средств, делайте это самостоятельно, и мы с вами разберем, как это делать. Но если необходимо применять медикаментозные препараты, обязательно посоветуйтесь с врачом. Самим это делать невозможно. Для этого необходимо медицинское образование. А пока все. Берегите себя. До следующих встреч.